Сегодня в отделении Всероссийского общества инвалидов состоялся круглый стол. В рамках месячника, посвященного Белой Трости, Автоград посетил руководитель офтальмологического профиля Нижнекамского бюро медико-социальной экспертизы Ния Садыков. Напомню, получить и подтвердить группу инвалидности в Челнах возможности нет. Не зрячим Автограда приходится ездить в соседний город. В планах у общества организовать плановые групповые перевозки. Ведь в Нижнекамском бюро, помимо прочего, можно получить автомобильный знак «Инвалид» нового образца, а также новое оборудование для реабилитации. Сейчас появился в приказе новое техническое средство реабилитации. Это для слепо-глухих в районские экраны доступа с речевым доступом с программой обеспечения. Пока только один пациент в республике получил такое оборудование. Еще одно новшество – к перечню узких специалистов при получении группы инвалидности по зрению теперь добавился и психолог. Именно его заключение позволит определить моральную готовность пациента передвигаться с помощью трости. Ния Садыков, отвечая на часто задаваемый вопрос, уточнил – размер трости нужно согласовывать с Фондом социального страхования. Кроме того, по словам незрячих, чаще им требуется не тактильная трость, а опорная. Но получить ее могут не все. Если выявлены заболевания и выявлены медико-социальные экспертизы, статодинамические нарушения, то мы таким гражданам не тактильно, а опорно просьбе назначаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...